МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В подарунках до Нового года в Ветковском районе после реконструкции открылась Радужская середняя школа имя Батракова. Усе дети наши. До масштабной новогодней акции долучились депутаты областного совета. Новое життя закинутых будинков. Наш регион снова сярут лидеров по утягнению господарший оборот державной майомости. А сейчас об этом и иншим больше потрапязно. И еще 49 наученцев установок гульная середняя профессиональная техническая и середняя специальная эдукация отримались сегодня премии Аблваканкама. Сгодно с положением они урушаются подлеткам, которые добились высоких выников у интеллектуальной и громадской деятельности. На урошистой церемонии побывали наши корреспонденты. Премии Гумельского Аблваканкама уручаются одоранным детям на протягу 21 года. За этот час ответные посвящения и грошовые заохвачивания отримали крыху больше, как тысячи человек. По мер селетней премии 10 базовых величин, але головная наводня сумма. Ушанование талиновитых наученцев – это еще и констатация того факту, что яны належать до поколения, яким Гумельщина может гонориться. Выпускница 51-й Гумельской гимназии Полина Салмина селета стала абсолютной переможцей Олимпиады школьников союзной державы. Конечно, бывает иногда сложно запомнить какие-то исключения, которые нужно просто вызуприть наизусть. Но довольно интересно учить факты из жизни писателей или ученых. И это интересно, а не сложно. Навученка 10-й Гумельской гимназии Ангелина Себек – человек, саправды, уникальный. У этом году она стала переможцей национального этапу 12-го сусветного конкурса «Мост китайской мовы». Коли додать, что школьница добра ведает еще и английскую мову, можно стверджать у ее добрые, житевые и профессиональные перспективы. Улучшение мовы – это так само и практичный интерес мой, и зацикавленность особистую. Мне очень нравится улучшение замежных мов, и так само я планую связать свою жизнь с этим. Я планую работать и сопротивляться с Китайской Народной Республикой. Сярод лауреата у премии Аблваканкама – представники практически всех районов в области. И это еще одно подтверждение того факту, что в Украине створаются ровные умовы для занятков и развития творческих здольностей. Артем Кирейшин сегодня працует в 31-й Гомельской школе наставником истории. 11 лет тому, и он так само отримал премию Аблваканкама «Аддоранным навученцам». Тогда Артем учился в одной из сельских школ Ельского района. Потом был червоный диплом Гомельского государственного университета имя Франциска Скарины. Теперь сам рыхтует навученцев до удела в Олимпиадах. Кажет, что у нас шмат линовитые молодцы. Головное, чтобы она не спинялась надосягнутым. Я считаю, что добившись таких результатов в учебной деятельности, в исследовательской, конечно, нужно продолжать развиваться. Нужно обязательно стараться поддерживать тот уровень, который есть на данный момент и всегда расти, потому что совершенству нет предела. Головные подарки до Нового года детям. На этот раз не цацкие присмаки. Хлопчикам и девушинкам подарили целую школу. И она находится в агрогородке «Радуга», что в Ветковском районе. И сегодня тут новоселье. Обновленный после реконструкции дома, Курашист открылся за несколько дней до зимовых святов. И наперед, до дни початку каникулов. Как изменилась своя ближняя школа, доведалась Марина Джалая. До ура чистостей по угодине для нашей здымочной бригады индивидуальная экскурсия. Директор Алла Ютухова с гонором и хвалеванием рассказывает об тем, с какой нетерпливостью чекали завершения реконструкции. Вот тут кабинет психологичной разгрузки. Працовать с детьми, психологу и социальному педагогу в аутольной обстановке будет больше комфортно и эффективно. Ранее не было и наставницкое кабинета директора актовой залы. А, например, в спортивную залу и столовую доводилось ходить по улице. Зараз все помешкания школы злучшенные помеж собой. У планах на будущее – стадион. У нас будет современное оборудование в актовом зале, музыкальный центр, микрофоны со стойками. То, о чем мечтали дети. То есть, говорят, под Новый год сбываются все мечты, и в наших детей они тоже сбудутся. Но самое главное предназначение этого здания, которое открылось, оно соединит сразу три здания. Зазираем у кабинет до третьеклассников. Детей не шмат, некоторые поехали отпочивать у Италии по так званой «Чарнобыльской программе». Хлопчикам и девочинкам все не складано концентроваться на уроках. У них так само свято. Маленькие новоселы не хавают эмоции от прыгожости новой школы. Дети, скажите, нравится вам новая школа? Да! А что больше всего нравится? Да, какие сделают. Классы у Радужской школы невеликие – от 6 до 15 в Учне. С пятого по одиннадцатый тут учатся еще и дети с суседнего агрогородка Новоселки. У всех в школе 109 детей. Ледяк лучше тому, что Радуга развивается, а почему у Тымлику свечит и жилевое будовництво, в Учне в школе с тех часу станет больше. Принять установа, возможно, до 200 хлопчиков и девочинок. Мы очень довольны, что в преддверии Нового года нам удалось осуществить нашу давнюю мечту отремонтировать старый корпус Радужской средней школы. В средней школе в Радуге учатся 109 человек. И были определенные проблемы с помещениями. Теперь много созданных дополнительных классов. Будынок школы 1965 года не отповедал с учащенным потребованиям. Тому было принято решение о будовництве и реконструкции объекта у три этапы. Первый – это прибудова до старого будинка Харчблока. Другий – заявление нового навучального корпуса. Третий – реконструкция старого будинка. А последний этап продолжился полторы годы. На будовництво работы было выдатковано свыше 2 миллионов рублей. Для подарунки на этом не закончились. До областного выканавчика комитета школа отримала сертификат на покупку музычной аппаратуры. От Ветковского райвыконкама – телевизоры. И от будовництво организации – два теннисные столы. Сегодня открытие школы и украсит этот поселок, городок с возможностью. В следующем году мы приступаем к кишотной школе на селе, в Крымянском районе строительства реконструкции. Поэтому процесс идет. Я уже не говорю про большие города, которые сегодня требуют строительства школ и детских дошкольных учреждений. Так само в планах региона на наступный год будовництво школы в 21-м микрорайоне Гомеля и детячего сада у Мазыры. Марина Джалая, Валерия Гопанько, телерадио компания «Гомель» из Ветковского района. Новогоднего суда сейчас ждет каждый человек, особенно дети. А больше за все те, кто святы с устраканной семьей. Например, это пишется хлопчика у девчонок, которые оказались непотребными своим родным и родным. И трапили в Гомельский областный дом детяти. Но на Новый год малые не застанутся без приемных сюрпризов. В пересвяточные дни с подарунками сюда завитывая шмат гостей. Так уже с 7-й год до маленьких выхованцев дома детяти проезжают керавництво и супрационники Гомельского областного управления Департамента Аховы. Прыжим не только с подарунками, а и с голодными героями свята – Дедом Морозом и Снягуркой. Малые, у основных это дети в Аутросте до 4-х годов, сустракают гостей за радостью. Нехто, конечно, крыху соромится, а потом дети смелеют, расповедают об собе и навод промирают форменные фуражки гостей. Рассказать Деду Морозу вверх так само им кнется кожный. А потом за довольнением и ширыми эмоциями хлопчики-девчинки разглядывают новые цацки. Здесь наш стражевой пост находится. Здесь мы приезжаем и общаемся при проверке несения службы нашего стражевого охрана. Мы смотрим, какие здесь детишки. И поэтому было принято решение взять шество над заведением. И это уже более в районе 7 лет мы оказываем эту помощь. И не только в этот день. Мы и в такие дни тоже здесь бываем. Поэтому работаем, занимаемся. И какие-то конкурсы проводим, мероприятия проводим с детьми. Ну и просто, конечно, подарки. Какой Новый год без подарка. Протягиваем тему. Судов и подарунков новогодние святы шагаются не только самые маленькие, а и уже маленькие дорослые юнаки-девшаты. Тому гости до наушенцев Гомельского держанного профессийного шмат-профильного лицея завитали депутаты областного совета. У рамках республиканской доброшины акции «Наши дети» и они поменьшовали больше за 20 сирот и подлетков, которые застались без опеки батьков. Их шагали добрые слова и пожадания к рыху семейной теплыни и ведомашь новогодние сюрпризы. Солодкие сувениры и грошовые сертификаты. Такий набор хлопцам и девушинам пришелся до сподобы. Кожный сам может обрать, что набыть себе у подарунок. Я учусь на продавцах контролера-кассира. Срок обучения – три года. Я только первый курс. Нам подарили сертификат, и я бы его потратила на косметику или одежду какую-либо. Сегодня мы с радостью приняли участие в этой акции. Посетили Гомельский многопрофильный лицей. Первый раз мы встретились с такими взрослыми детьми, которые уже трудно сказать «дети», хочется сказать «ребята». Но сегодня они несовершеннолетние. И мы хотели подарить им немножко праздника, немножко тепла. И, конечно, сертификаты, которые мы приобрели на личные средства. Усягова установе в Ушица коля 540 подлетков и хрифтует по 12 квалификациях. Сырот яких – продавец, швачка, лаборант, бармен, официант. Протягиваем выпуск. У комитета Гомель обломаемость подвели попередние выники утягнения у господарший оборот державной маемости, которая не выкористовывалась. Для досягнения запланованного все лета было проведено больше 140 аукционов. Утымлику 11 электронных торгов, которые используются все больше значной популярностью. Наши корреспонденты подчеркнулись лесом продаденных объектов. Об эффективности электронных торгов можно мерковать по такой личбе. Все лета на них был продаден практически каждый четвертый объект. В уголе электронные торги на Гомельшине практикуются с 2016 года. Алиси, правда, популярными стали с минулого года. Калість початку на лот претендаваў добра, калі один покупник, то зараз колька жадаючых на быць, выставленный на продаж объект нерухомасті, даходзіць до 10 человек. Несамнемным плюсом электронных торгов являецца экономія времени для покупателей, так как им необходимо падать заявку в электронном виде, привести комплект документов, а в дальнейшем в самих торгах участвовать уже удаленно с любой точки мира. То есть не надо тратить свое время на то, чтобы приехать к нам и здесь торговаться. Дягучи электронным торгам, площади, які не використовувалися, сё лета знизіляся амальна 14 тысяч квадратных метров. Гэта лепшы пакашык сярод регіону Беларусі. На некатурай такі аб'єкты зараз распрацовываецца праектная документація, ані каторая ужу використовуюцца. Будынок былога Дзержавнага Ліцея Гандлю, площай амаль о полторы тысячи квадратных метров, на аукцион выставлялі яше год таму, але продалі сёліта у выніку электронных торгов. Зараз будынок уже знаходзіцца ў эксплуатацій. А пушні в гэтым годзе электронные торги прайшлі напраканцы минулога тыдня. По словах спеціаліста у комітета «Гомель Абылмайомасць» їх можна назваць паспяховымі. З 10 прапанованых лотоў было продадзіна 7. Калі падводзіць вынікі ўсяго года, то можна назваць і такую ліжбу. Сёліта на электронных торгах у Гомельскай в області реалізавалі 23 аб'єкты, а ў дзілу їх прынялі амаль 90 чалавек. Гэта новы рекорд, зарегістраваны у комітеті. Законодательством предоставляється ряд возможностей по снижению цены продажи. Особенно стимулировання этой роботи, я думаю, буде способствувати прийнятию нового указа президента Республики Беларусь, который вступил в действие в ноябре текущего года. 169-й указ о распоряжении государственным имуществам, которым предоставлены дополнительные льготы нашим покупателям. После нерезультативних аукционов цена продажи объекта може бути снижена сразу на 50%. Кроме того, новацией именно этого указа является возможность приобретения недвижимого имущества физическими лицами по цене равной одной базовой величине для осуществления деятельности в сфере агро-экотуризма и ремисленной деятельности. Олег Шенсюров, Ольга Коновалова, Евген Макенко, Телерадо, компания «Гомель». У Беларусі до выходных похолодає. У першополові гэтагатыдня умовы на двор'я вызначають атмосферные фронты и теплые поветранные массы сподня Европы. А у далейшим на територию нашей країны пошне поступать більш холодная поветра сполныши Скандинавии. Температурный фон пошне поступово понижаться и до конца працонага тыдня шакается снег. Але не ранней пятнице. У Серадуїча твер, махшимы дожжи, месами слабый туман. На протягу суток буде от 1 до 7 градусов тепла. У пятнице уже холоднее, от 2 градусов морозу до 3 тепла. На особных ушасках дорог утворються гололёдзица. У субботу шакается снег и навод заверуха. Температура поветра на протягу суток в складе от 2 до 6 морозу. У ночь на неделю слупок термометра опустится до минус 7. Святый образ. У Палаца культуры Шелуношника у Гомеля открылась уникальная выстава икон с фонда у Гомельской епархии. И она традицина проходит на передни колядных святов. В экспозиции 33 иконы. Практично усе в дрынном стане были собраны у приходах в Гомельской области. Частку образов передали люди. А дрестаурованные намаганиями Гомельской епархии стародавние иконы снова дурать людям радость дошенения до высокого и нетленного. Профессийные иконописы, так званые народная икона, выявы святых, написанные в каноничных традициях православия и творы староверских майстров. В образах адлюстровано-духовно житем многих поколений их уявление обвешенным и высшим. Иконописные творы – это еще идиные узоры мастерства. Мастаки минулого творили их, укладывавши в працу не только в весь талинт и умение, алить свою душу. Далее коллекция икон будет заховываться у музея Гомельской епархии. То, что передавали владыки из личной коллекции, он тоже передал их в музей. То, что собирались другие приходы, тоже, чтобы многие приходы отдают, потому что сохранность на приходах и охрана этих икон, для того, чтобы сохранить их для будущих поколений, конечно, лучше, чтобы они находились в музее и под охраной, и под присмотром, скажем так, реставраторов. Потому что многие из них нужно сохранить при определенной температуре, при определенных условиях, чтобы они сохранились, чтобы оставить это последующим поколениям. Эти инши новины вы можете узнать на нашем сайте, в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершенный. Спасибо за увагу и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Причиной пожара на улице Жукова в Гомеле могла стать непогашенная сигарета. Накануне в 15.44 спасателям поступил вызов о том, что в многоэтажке на пятом этаже случился пожар. Горела квартира пенсионеров. В ходе разведки помещения спасатели обнаружили на полу 62-летнего мужчину. Его передали медикам, которые, к сожалению, констатировали смерть. Сердечно-легочная реанимация не возымела эффекта. Мужчина успел вдохнуть смертельную дозу вредного дыма. Пожар был локализован и ликвидирован работниками МЧС. Загадочную смерть расследуют мозорские следователи. На лестничной площадке одной из многоэтажек на улице Пролетарской нашли полураздетую женщину без признаков жизни. Страшную находку обнаружили соседи и обратились в милицию. По подозрению в совершении убийства задержаны трое подозреваемых. Двое мужчин и девушка. Эксперты зафиксировали на теле погибшей множественные телесные повреждения. Известно, что жертва была ранее судимой личностью, вела о социальный образ жизни. Полную картину происшествия устанавливает следственная группа. В Гомеле завершено расследование уголовного дела о нападении на владелицу BMW X6. Напомним, 2 сентября примерно в 20.40 в милицию поступило сообщение от жителей дома на улице Быховской о том, что неизвестно избили женщину, затолкали потерпевшую в ее же BMW и скрылись. Позже белый кроссовер нашли на улице Севастопольской. За рулем была избитая владелица авто. Медики госпитализировали пострадавшую, но перед этим она успела сообщить оперативникам необходимую информацию и приметы преступников. Вскоре недалеко от своего дома был задержан один из нападавших, а позже и остальные. Проведен комплекс следственных действий, в том числе опознание и очные ставки. Следователи провели допросы более ста свидетелей. На основании собранных по делу доказательств молодым людям предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса. Их обвиняют в совершении разбоя, угона, похищении, совершенной группой лиц и других преступлений. Сам себе навредил. В Чечерске пьяный мужчина в порыве ярости разгромил свое авто, а потом решил на нем покататься. Автомобилю досталось после семейной ссоры, которую депошир устроил ночью у себя дома. Хозяин вышел на улицу и выпустил пар на своем автомобиле. Нанес множественные повреждения стеклам и кузову машины. Казалось, после этого можно было бы и остыть, но нетрезвый житель Чечерска так разгорячился, что решил прокатиться с ветерком, будучи под шафе. О нетрезвом водителе сообщили очевидцы, и мужчину задержали инспекторы. Сейчас ему грозит лишение прав и внушительный штраф. В Новый год без хлопот. Так было бы с жителем Светлогорского района, если бы он не срубил в лесу елку. Мужчина решил сэкономить на новогодней красавице и угодил в объектив фотоловушки. За праздничным деревом мужчина приехал на машине, срубил его топором и погрузил в багажник. А вечером к нему в дверь постучала милиция. До 50 базовых величин. Максимальное наказание, которое может грозить предусмотрительному и экономному жителю Светлогорского района. Это все новости на сегодня. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. Оставайтесь на Беларусь-4. В Гомеле прошел открытый республиканский турнир по дисциплинам современного пятиборья «Рождественские звезды». Право провести соревнования областной центр получает уже второй год подряд. Лучших атлетов определяли в восьми возрастных категориях. На старт выходили 250 спортсменов из разных регионов страны. Выступали юные пятиборцы в Беатле и Триатле, которые включали в себя плавание, бег и бег со стрельбой. По результатам соревнований у представителей нашей области три медали. Гомельчанин Евгений Грудько стал бронзовым призером среди юношей до 11 лет. София Креставир из Светлогорска и Екатерина Карпачева из Речицы заняли второе и третье места соответственно. Девушки выступали в возрастной группе до 13 лет. Традиционно Гомельская область очень хорошо представлена на подобного рода соревнованиях. Ребята сильные, команда достаточно обширная. Завершилось первенство Беларуси по гандболу. В турнире участвовали юноши 2005 и 2006 годов рождения. По его итогам победителем стала команда Республиканского центра Олимпийского резерва «Минск». Гомельский центр Олимпийского резерва обошел дружину с Каюни и занял второе место. Определились участницы финала четырех Кубка Беларуси по волейболу среди женских команд. В решающую стадию турнира попали Брестская прибужья и Мозорская жемчужина Полесья. Вторую пару составят Могилевский коммунальник МГУ и действующий обладатель трофея Минчанка. Полуфиналы пройдут 28 декабря в 15.00 и 18.15. Победитель Кубка определится 29 декабря. В 12.00 разыграют бронзовые медали, в 15.00 золото и серебро. В Жлобине завершились открытые областные соревнования по боксу, посвященные памяти тренера Альфреда Ахметова. В турнире участвовали школьники 2006-2007 годов рождения. В районный центр приехали молодые боксеры со всей Беларуси, а также России и Украины. Всего на ринг выходили около 200 спортсменов. По итогу турнира первые места в своих весах заняли Владимир Путько, Кирилл Васильев, а также Роман Журавский. Серебро завоевал Владислав Гриб. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь4.